Здравствуйте! Еще недавно асечники почти потеряли надежду о том, что их линейку приборов когда-нибудь обновят. И вдруг, как гром среди ясного неба, разлетается новость о обновлении металлодетекторов серии Ace. Пользователи ликовали, но, как говорится, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. За 10 лет терпения и преданности пользователей Гарретт добавил в отношение младшей модели VDI и цанги на штангах от Atpro. Насколько это щедрое вознаграждение, оставим вопрос открытым. Сравним эту модель Гарретт 200i серии металлодетекторов от мирового производителя MineLab GoFind 40 и GoFind 60. Оба эти прибора находятся примерно в одной ценовой категории, даже GoFind будут немного дешевле. К примеру, Гарретт 200i стоит 15 400 рублей, GoFind 40 9490 и GoFind 60 12 490. У Гарретт 200i три программы поиска. Пять сегментов дискриминации, регулируемая чувствительность. Комплектуется катушкой 6,5 на 9 дюймов моно. Работает на 6,5 кГц. В отношении к старой своей версии ACE 150 добавился только VDI, цанги на штангах и 4000 рублей плюсом. У MineLab GoFind немного поинтереснее. Крупный контрастный экран, сенсорные кнопки управления. Кнопчатой клавиатурой сейчас мало кого удивите. Работает на частоте 7,7 кГц. Катушка 10 дюймов. Обратите внимание на форму катушки. Это прямоугольник с закругленными краями. Круглая катушка, например, может пропустить цели, как монета, при сканировании участков фундаментов, либо же чердаках и подвалах. С верхней стороны идет светодиодная шкала достоверности. При обнаружении металлических целей железно загорается красный индикатор, а цветных целей, такие как медь, серебро, идет зеленый цветовой индикатор. При обнаружении цели классифицируются по четырем графическим иконкам. Регулируется чувствительность и громкость динамика. Есть блютуз с левой стороны и с правой стороны подсветка. Режим пинпоинт, который позволяет более точно идентифицировать цель. При обнаружении ее будет загораться оранжевым цветом светодиодные индикаторы при приближении к центру. В отличие от GoFind 40, в металлодетекторе GoFind 60 можно более расширенно использовать приложение. Приложение первое в мире для металлодетектора, через которое мы регулируем громкость и динамика. все те же самые функции, что и через блок управления. Делимся своими находками в социальных сетях, совмещаем прослушивание музыки и поиск артефактов и остальные настройки. В комплектацию GoFind 60 входит чехол на телефон, который крепится на руку, наушники и совок. Выход наушники стандартный 3,5 миллиметра. Такие наушники найдутся у любого пользователя, что нельзя сказать про Garret 200i, там 6,3. Благодаря своей эргономике и легкому весу они ведут применение в руках любого пользователя от мала до велика. Перейдем к тест-сравнению приборов. Тестить будем 2 копейки 1885 года. Режим все металла, чувствительность 4, деление полное. Площадь очищена от металлического мусора, прибор ведет себя спокойно. Первым устанавливаем цель на 10 сантиметров. 10 сантиметров видит четко. Далее 15 сантиметров. В 15 идет железный звук и VDI показывает 0,1 на железный сектор. Далее 19 сантиметров. На 19 сантиметров прибор молчит, не видит. Площадь очищена от металлического мусора. Первую цель устанавливаем на 10 сантиметров. Далее 15 сантиметров. Четкий сигнал с двух сторон. На 19 сантиметров. На 19 прибор не видит, но на 15 шел четкий сигнал. Возьмем GoFind 60. Чувствительность полная, дискриминация вся включена. 10 сантиметров. 10 сантиметров. 15 сантиметров. 15 четко показывает. И 19 сантиметров. 19 сантиметров видит и отдает, бегает с цветного сигнала на черный. 23 сантиметра. На 23 у нас тишина. Металлодетекторы. Можно с уверенностью сказать, что несмотря на недовольство многих пользователей о слабых поисковых характеристиках, металлодетекторы справляются со своей задачей превосходно. Это простые, понятные, бюджетные металлодетекторы, которые позволят разнообразить и сделать ваш отдых еще более интересным. Совсем скоро я планирую произвести тест всех металлодетекторов на глубину обнаружения. Обзор будет поделен на несколько выпусков и в конце последней серии будут подведены полные итоги в таблице. Спасибо за внимание, до новых встреч! Продолжение следует...